Добрый фапайс, ребят, с вами снова я, Шус, продолжаем катать в руку судьбы. Тут произошла неприятность, как бы, я начал играть силу, я вам её сейчас покажу. Да, у меня тут уже всё как бы затосовано. Красть и обра половину древней реликой была ошибкой, теперь вы проклят и умираете. Соберите силами и добудьте вторую половину амулета и тези. Я записал примерно два акта без записи, у меня кончилось место на жёстком диске, поэтому давайте перепройдём снова, я обязательно для вас читну. Ну я чё понял, я проходил, кстати, квесты эстрелы, один квест прошёл, потом вам расскажу в двух словах, в чём прикол. Там даже не квест, там просто поболтать было надо. Но здесь нужен малаклипс, поверьте мне, без малаклипса здесь вообще ничего не светит. Тёмные переулки, сокровищи в пещере, имперские знакомые, базарные воришки, горящие здания, пятнятская болезнь. Тут нужно всё, что даёт хп, а что даёт хп я даже не знаю, типа на перспективу посмотреть. Получение пищи неинтересно, получение жизни вот, надо обязательно взять на получение жизни знакомого трактирщика. Итак, опасные раны, вы начинаете с 10 хп и пища вас лечить не будет. Драгнер могучий, снизить урон от мощных атак, огров поможет за высокая защита и кости, здесь будут нужны кости. Я тут внезапно подумал, я не хочу благочестивые одежды, не хочу гнев, я хочу, не хочу клинки, я не хочу святую диадему, не хочу маску святую удачу. Мне нужно как можно больше брони здесь взять. А это значит, что мне пригодится. Бастюн очищение. Ну, он прикольный, да. Дальше. Мне пригодится... Защита едой. Защита едой давайте тогда. А я могу начать вот так? Да, я могу начать, даже если у меня меньше вещей. Мне много чего не надо, мне не нужно это кольцо. Мне не нужно победный зов, мне нужен этот невылуемый амулет. Не знаю, что это, но пригодится. Мне нужна нормальная пушка. Бич лучника звучит как интересная идея. Давайте возьмем ее. Все, мне, пожалуйста, только это снаряжение затусуйте. А, нет, нужно затусовывать больше. Да-да, давайте еще бич зимы. Караганский клинок. И все, на самом деле. Я просто не думаю, что это хорошая мысль, что-то еще брать. Ага. Один я наемника. И забрала. Какие кольца я не знаю. Покажите кольца, которые я не знаю. Дубинки я не хочу. Имперское бремя давайте продолжить. Все, тусуемся. Это никак не повлияет на историю. Я просто пройду заново с вами. Все будет прикольно. Но, единственное, что, конечно, мне не нравится, что мотив песни я теперь знаю. Ну, типа, что важно. И так. Это тема близка моему сердцу. Месть. Ты заползла напуганная мышка. Позволь мне выпотрошить тебя и раздавить твои кости. Огр. Вы выглядываете из-за луна и видите, как из тумана выходит Огр в три раза выше среднего человека с огромным безобразным лицом. Его единственный здоровый глаз шныряет по территории, высматривая жертву. Огр ворчит и поднимает с земли сломанное блестящее украшение за брызгиной красной кровью. Ты очернил его своей паршивой кровью, мерзкий воришка. Разломил пополам, его огромное отвратительное лицо краснеет. Если ты слышишь, знай, я найду вторую часть и затем съем твои глаза. Огр поднимает свою дубину и со злостью ударяет по стволу дерева. Дерево трескается и падает на землю. Огр Дракна разворачивается и исчезает в тумане. Пэу. Малаклип скривится, держась за бок, он пытается скрыть тяжесть с веран. Тебе досталось? На, поешь. Он бросает вам целебный травяной хлеб. Едва в сознании от отхватившего слабости вы с благодарностью кусаете. И хлеб у вас во рту превращается в пепел. Вы съели ледницу пищи, пища не лечит. Внезапно, в основном происходящее, вытаскиваете из сумки другую половину украшения Огра. И действительно, вы начинаете чувствовать, что от него исходит что-то зловещее. Половина амулета. Раскол. При наличии только половины, пища не усталивает жизнь. Эту карт нельзя сбросить. Внезапно, у вас охватывает голод. Остается только один выход. Вы должны украсть вторую половину этого украшения у Орга. Видимо, он организатор, который чуть не убил вас. Ближайший город Драйпер, шепчет Малаклип со хрипшим голосом. Наверное, что сейчас мы сможем убить Огра. Собрав последние силы, поднимаетесь на ноги и пошатаетесь вперед в город. Вот, собственно, и все. А, жизни! Женщина! Жизни мне! Да будет долго твоя жизнь, говорит она, и я получаю 15 хитвэп. Блядь, дай бог здоровья этой старой деве. Столкновение на болотах. Из-за плохой погоды ваше продвижение замедляется. Чтобы не угодить в трясину, вы стараетесь держаться в возвышенности, там натыкаться на старую дорогу, ведущую через болото. На той стороне, где влево вы видите группу имперских разбойников, стоявшихся на обочине дороги. Фаланга. Три человека из фаланги. Вы осматриваете дорогу, издалека воздается налетчик в северян, перепугившись на цернаречье. Четыре морозных пацана. Я хочу бить морозных пацанов. Одноручная ружья хорошо подходит к дбф с северянами. А у меня что, не одноручная ружья? Не, у меня видавшие виды клинки. Неухоженный меч, тогда деревянный щиль. Та-ра-тра-та-та. Я еще себе положил в снаряжение три баночки хп, которые я сейчас с удовольствием выпью, вы не поверите. Чтобы получить действительно много здоровья. Сейчас надо как меньше проседать по здоровью. Это самое главное. Поехали. Он бил меня или молоклипса? Свободен. И дружок твой тоже свободен. Но с щитом все не выглядит сложно, если честно. При отставке. Комиссар. Баночку пока выпьет. 50 хп мы смогли разогнать. Потому что в прошлой катке с Эстреллой я реально боролся за выживание. С щитом и молоклипсом мне реально сильно не хватало. Одержав победу над налетчиком, которая без места на жестком диске. Одержав победу над налетчиком, вы замечаете, что в трясине на обочине спрятано какое-то снаряжение. Должно быть его охраняли налетчики. Оказывается, отказываясь на склоне, вы спускаетесь к сокровищу. Ну давай троечку, бросим нормально. Отлично, троп. Как заказывал прям. И вы находите... Для использования вам нужна слава. Отлично. Дает пусть тризащита, если у вас 20 пищи, дает тризащица каждую планету на 5 пищи. Нормально. Нужно идти рхавки еще найти побольше. Хотя она не лечит. Воришки в норишке. Трясясь в конной повозке вдруг замечательно халликновым, куда-то убегающий с вашим оружием. Блять! Я бы наигнамой спрыгнув спустившись следом, вы видите, как они скрываются в какой-то нарез и глинув в это убежище. Обнаружите там внушительный запас оружия, воспускать руку в нору. О, нормально. Только бы там... Ну, она жретель направо будет снова. О, бич зимой. Отлично. Вы хватаете первое, чтобы у вас под руку достать оружие, и перед вами захлопывается дверца. Так, это же супер. Это даже лучше, чем супер. Я отдал свой вонючий стол неухоженный меч, а в итоге поимел нереальный меч. Болото. После очередного дождливого дня болото переполнились водой. Идти затрудняют ваш путь, когда бы вы не шли со всех сторон одно и то же. Блин, во второй раз тринадцать я уже, наверное, не выброшу. Да. Тут там не борозда. А, нет. А, да, единица. Вау. Ну и что, я потеряю хп? Забудь застряв, вы тратите целый день на поиски обратного пути к тропе. Пробираюсь, вы слышите раздающиеся над болотами гулки голоса. Дракнар, спеши, спеши, в нору мышка. Я все равно чую твою кровь. О, нет. Ты тоже свободен, мистер Огры. Доброе утро. Вам повезло. Дракнар отстал от вас, завязанного где-то в болоте. И вы возвращаетесь обратно к тропе. Без проявления вы продрадите свой путь. Надеюсь, что драйпер уже не легко. Это Шрек. Я бегаю от Шрека. Вы выбираетесь из болота и оказываетесь на дороге в деревню Драйпер. Продолжить путь. Справедливости ради скажу, что я уже здесь был. Пробежаясь к воротам деревни Драйпер, вы замечаете очень высокую женщину. В синей блузке и кожаной юбке. На поясе у нее висят три кузнечных молота. Женщина бежит к вам, обнимает, прижимая к своей груди. Слава богам! Кричит она. Я думала, тебя уже нет в живых. Она выпускает вас в хобет и рассматривает. Кузнец. Вы только поглядите, говорит она, не давая вам произнести ни слова. Извините. Вы только поглядите, говорит она, не давая вам произнести ни слова. Вот ведь мерзкое чудовище, как оно тебя делало. Тут она обращает внимание, что вы не одни. Барт, восклицает она. Я же тебе говорил, держать его подальше от неприятности. Тебе ли не знать, как опасно воровать у Олга? Молодцы с проживанием плечами прикрывают глаза, кривясь от своих ран. Когда она переводит дыхание, выпускается с тем, чтобы спросить. Спросить, кто она такая. Я Ариадна. Ариадна? Дочь кузнеца, отвечает. Она удивляет, что вы ее не помните. Мы познакомились с папой черной Эля. На утро тебе пришло в голову украсть ту штуку. Амулет Эдези. Я тебя чуть запясть не сломала, когда мы на руках боролись. Помнишь? А это невозможно, я чемпион. Когда она переводит дыхание, выпускается с этим шансом, чтобы прервать ее. Спросить, что такое Амулет Эдези. Она осторожно прикасается к сломанному украшению. Прости, но я это не возьму. Амулет Эдези такая штука, чье проклятие действует только на владельца. Если тебе от этого станет легче, Олгар сейчас тоже наверняка голодает. Судя по виду серебряных украшений, это очень старая лига. Ее пища не лечит. Спросите об Огре. Драгнар, говорит она, или Драгнар могучий, как его чаще называют. Живет в этих местах уже очень давно. Еще до вас двоих несчастных. Многие пытались убить этого зверя, но мало кто оставался в живых и мог рассказать, что из этого вышло. Олгар сейчас нападает на путешественников и торговцев, а то и на солдат империи. Способен покуситься. Он накопил целый склад вещей, но только у своих жертв. Была там в том числе и пропитая реликвия, что оказалось у тебя в руках. Когда она переводит дыхание, выпускается с этим, чтобы продолжить путь. Рядом трясет головой, Драгнар тебя раздавит одним ударом своей дубиной без хорошего доспеха. Тебе его не пережить. Увеличить свою защиту, чтобы пережить станкование с Огром. То есть вот тут надо набрать. Слушай, я помогаю кузнецу работать с передвижным горном. Сейчас он направляется сюда. Ну, королевский тракт. Хорошо. Приходи к нам, мы подрежем тебе хорошие доспехи. Замечательно. Амрит, одежда, тягощает вашу сумку. Вы хотите выбросить украшение в болото, но какое-то странное колдосло держит в вашу руку. Страдая от голода и ран, вы решаете немного отдохнуть в городе. Отдохнем. Сменяальный дом. Обменяй снаряжение на другое снаряжение. Два предмета снаряжения на один новый предмет снаряжения. А какие я могу обменять? Блин, они все у меня классные, я их не отдам, ты что? Хотя нет, я отдам. Почему я отдам? Обменять снаряжение на другое снаряжение. Я обменяю банку. И бить зимы? На что-нибудь новенькое, да. Да, хочу. Дайте мне что-нибудь. Вы не будете жилья сделкой. Видите, какая красота. Да это же говно! Ты мудила! Я никогда больше не буду заниматься ничем с тобой. Жесть. Я отдал такой меч и получил вонючее кольцо. О, вот гадалки я соглашусь. Давайте узнаем, что она нам расскажет. Минус 4 золота и так считаем. Я получаю сразу карту снаряжения. Получаю плюс 20 хп. Получаю минус 7 еды. Это у меня 0 еды будет. Потом я теряю золота, у меня его и так не будет. Я теряю еще 15 хп. Я получаю еще снаряжение. Да, я схожу. Немножко придется поголодать, конечно. Я все понимаю. Вы обнаруживаете, тыры-пыры. А, я возьму бастион, пожалуй. Хотя нет, я не хочу бастиона. Хочу забрала. Показ расклада. Нормальная тема. Давайте расклад, не покажите лучше. Плюс 20 хп. Это уже хорошо. Сейчас минус еда. У меня будет 0 еды. После этого у меня будет минус деньги все. Это тоже не страшно. И после этого я получаю минус хп. Но все еще я получил больше. И оружейная прибыль. Я мог бы, конечно, ошибся с едой. Шлем у меня уже есть. Первое убийство. Если подсочитесь в первое время. О, 5 жизней, если его убить. Кстати, это очень недурная штука. Но я хочу узнать, что такое имперское время. Прежде всего мне бросается бомба, которая относится к признамелению. Пере врагов. Мощный боепредмет. Не, фигня. Давайте мне новый шлем лучше. Я буду хилиться. Готово. Ну что, поголодаем немножко, парни. Оп. Стоп, мы не на болото. Чтобы не выйти трясину, вы должны... Делепроградалчность. Воров. Делепроградалчность, если вы хотите. Или пацанов. Ну мы сейчас похилимся. Я теряю, получается, 10. Получаю 5. И с перспективы я могу найти себе немного еды. Кстати, у меня был доспех обжорства, разве нет? А у меня не хватает славы, чтобы его одеть. Только за счет этого у меня бы все получилось. Эх, я все еще не смогу одеть славу здесь. Блин, мне придется очень долго драться. Как бы я не прогадал. Поэтому связимся с разбойниками. И возьмем себе эти клинки. Как бы я из того, что по идее не просел, не отъехал в ближайшей перспективе. Потому что у меня нет ни денег, чтобы купить еду, ни еды, собственно. Зато куча снаряги. Всевозможные. Три вора. А, это глушители. Та ну перестаньте, ребята, вы че. Успокойся. Одного отправили на пенсию. Кажется, этот тоже сейчас на пенсию отправится. А у меня счастье, не плевать. Малаклиф спасает жизни. А мне заглушители больше славы дадут, чем два. Вот вопрос. Я бы очень хотел побольше славы. А еды дайте, навалите мне еды. Ну а нет, еды не будет, скорее всего, будет опять лука. Не стоило, не стоило отказываться от еды. Кажется, игрока очень вот это полезно. Согласен. Благоскомусть. О, да, хочу. Ну, вышли, маг. Теперь я могу. Может, на тракт сразу пойти? Ладно, давайте посудим. Болото. Куда бы вы не шли, одно и то же. Ладно, просто идти. Кольцо игрока плюс два. Тут надо две двойки перекидывать по-любому. Well played. Exactly. Exactly то, что нужно. Выправить свое путешествие. А как же там хлебчик мне? Ай, как больно-то. Кузнец. Клубы дыма и лязг металла. Все это признаки того, что вы пришли по адресу. Блокотрова и самокрестующий кузнечный корм. А, вот ты где улыбается. Ариадность. Вот где-то здесь я закончил. Ну, то есть я не закончил. Я обратил внимание, что у меня запись не идет. Сняв руковицу, она вытирает поцелба. Вот, это те двое, про которых я тебе рассказывала. Андерс говорит на кузнецу. Помнишь, я еще кое-кому чуть не сломал запястье, когда мы стали бороться на руках. А, я чемпион. Она не знает, о чем говорит. А ты стала быть собираешься сокром схватиться, говорит кузнец. Но я как раз на ток по части улучшения доспехов, шлемов и прочего подобного. Сказать по правде, в последнее время я чиню одни только подковы, это крестьянские приспособления, так что с твоим снаряжением придется повозиться. Но поверь мне, результат стоит потраченного времени. Доспехи я не отдам, они мне нужны. Давай щиту совершенствуем. Не щита, а какая-то крышка от котелка. Даже чинить не стоит, говорит. Вот что, возьми лучше удар это. Нихуя себе. Нормальный темп. Спасибо большое, дай бог здоровья. Усовершенствовать щит. Да, тут есть что улучшить, но робот занимает несколько дней. Знаешь, где Катанмор? Я туда как раз еду. Я как раз туда еду. И еду. Давай там встретимся, как раз все будет готово. А если у тебя там будет еще что-нибудь на починку, приноси поглядим, что можно будет сделать. Спасибо, Андерс. Кивайте и продавайте свой путь. Андерс, мне бы, блядь, покушать. Опять столкновение, чтобы не угодить трясину. Сталь. Один капитан будет всего лишь? Или мороз? Или пять чмырей? Да я уж капитана отмешусь к мусорью. Ну, я сейчас получу пять, скорее всего. Пять получу, потом опять десять потеряю. Мне нужно срочно идти где-то иду. Или я рип? Блин, забыл поменять пушку. Ну ладно, надеюсь, все проведет. Не бейте, дядя. Это приусловлю, что я сейчас урона не получу. А я такой, что могу и демиджи проловить на пустом месте. Не стреляй! Боже, там он врезался. Блин, давай выходи. Тоже интересный такой. Закрылся там от всех подальше. Еду, отдавай свою еду, подлец, или я тебя кончу. Он такой радостный. Он, наверное, хотел смерти, чтобы я его освободил. Вы спускайте сокровища. Да мне не надо, ваше сокровище, мне пожрать бы. Кольца игрока. Ну, единичку перебросить на любое. Блин, единичку перебросить на единичку, нахуй. Вы нихуя не находите. Получайте славу за то. Отлично. Минус 10 хп. Алхимик. А, я вижу, вам удалось найти мою лабораторию, кстати, алхимик. Вы здесь, чтобы создать институт эликсир жизни. Да, я здесь именно для этого, чувак. Ты не поверишь. Это последний ход, и я здесь вот конкретно. Может, этим нужно золото? Алхимия способна на все. Кстати, блядь, слышь, алхимия способна на все. Что мне тут потребуется? Расклад мне не надо. Крутить мне тоже не надо. Шлем, ослабленный блок. Первое убийство жизни. Ладно. Я не знаю, мне ничего не поможет. Или поможет. А, вижу, вам удалось найти мою лабораторию, сайт алхимик, везти, чтобы создать институт эликсир жизни. Да, 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 чувак. Может, вам нужно золото, алхимия способна на все. Еще раз, опокоиться у меня, что-то. Но я могу, если нужно будет кидать кубики, я справлюсь, это точно. А я готов. Увы, я еще не доказал, что подобную вещь в самом деле возможно, все это не важно. Вы не поможете мне, кстати, экспериментом? Помогу. Отлично, теперь начнем. Возьмите склянку, поместите ее содержимое в мензурку, говорит алхимик. Обмакивает перо в чернила, собираясь вести все записи. Помните, эликсир? Должен быть чистым. Вибройте сканку с полки и открывайте крышу. Что за хуйня? Вы должны понимать, что это игра, это игра, был мой фокус за более лет, чем я могу считать. Я могу удалить любую карту. Я могу удалить любую карту? Рулетка. Это повезло, кстати. Я не знаю, что я буду смешивать. Красные грибы, голубые грибы и желтые перья. Наверное, красные это жизни, поэтому я буду все смешивать красные. Вообще, все красные буду смешивать. Давайте минуснем эту карту. Красные перья. Ага, хорошо, хорошо. Мне подходит. Тебе грибы надо добавить. Слень содержится перья, их много, и цвет у них красный. Вот эти мензурки, одну штуку, которая развесает прозрачную жидкость, приобретает легкий красный оттенок. Отлично грибт алхимик, их радостно строча что-то в своей книге. Теперь следующая склянка. Тяните следующую склянку. Что я хочу удалить? Я хочу удалить синие перья. Удалить. Так, теперь мне нужен красный грибочек. Отлично, отлично! А у меня же перья были? Да, мне нравится эта молокомпись, подойдет. Ну-ка. Склянка содержится какое-то высушенное, кое-что высушенное. Грибы, цвет красный, бросайте в мензурку несколько штук, они тут же растают, цвет цвет превратает более яркий красный. Потрясающе промочит алхимик, продолжай делать записи книги. Вылетит многообещающе. Возьмите еще один склянк. Так, и остались что там красные? Красные жуки остались. Давайте по классике. И это должна быть жизнь, я не знаю. Если это не жизнь, то я не я. Пожалуйста, дайте мне жизнь. Две карты прибыли, Макс, жизнь! Я живой! Я живой! Когда вы добавляете еще кое-что, Жуки цвет красный, Синий начинает светиться очень ярко красный, Синий заливает всю комнату. Эврика! Взволнованный алхимик распахивает глаза. Легендарный эликсир жизни! Он теперь поливо зачерпывает цветящуюся жидкость, Большой ложкой предлагает вам... Вот, выпейте! Жидкость красная, сладкая, как мед, И теплая, как солнечный свет, Вас сложно обивает бриж с моря. Вы слышите крики, чаек и смех детей. Все заботы и минуем вылетают из головы. В голове проясняется. Ваши решимости и стойкость Многокрасно возросли. О, я прошел алхимика! А если опять другой? Алхимик, еще благодарит вас за помощь, Возвращается к своей книге, Чтобы сделать теченьевскую запись. Ой! Алло! Алло! О, босс! Минус мышка, по-моему. Ааа! Так, я очень надеюсь, что все хорошо, джентльмены, Потому что там я вылетел из мезда кое-чего. Так что мы продолжим. Нам наверх или наверх? Вот тракт, наверное, где-то здесь. Нам наверх. Засада на болоте! На вас напали из засады. Четыре алчности и глушители. Везде нападают. Кстати, да-да-да, положа руку на сердце, Дальше я уже ничего не знаю. Без щита я бы не знаю, что-то делать. Без щита я бы не знаю, что тут делать. Отъезжать, наверное. Я, говорит, надеюсь, это сработает. Ты надеешься? Надеешься, чувак? О, нет! Ебать, они попали во мне. Я труп! Малаклипс, нужно щиты дать. Боже, блядь, Малаклипс, нужно щиты дать. Без шуток, нахуй! Кастуй щиты, блядь, животное! Отлично. Вот, теперь заживем. Типа, теперь ты уже и пофиг. Да ты уже вставай сразу. Ну, эти глушители, конечно. Тот еще геморрой создают. О! Создавали! Так, да, он творит чудеса. Ха! Брюссию! Ищет не пригодился, но все еще. Главное, это безопасность. Черт, я думал, там будет выход. С локации, справа. Успех обжорства. Давай, дай, дай мне еды! За каждую прибыль пищи, прибыль золота. Нет, это не то, что мне нужно, чувак. А далеку глазу, посмотреть их припасы. О, боже! Как хорошо! Как хорошо ты стала сразу, братики! Удар старейшины! Налетчики разрушили нашу деревню, объясняет старейшина. Хоть у нас ничего было красть, похоже, не падают. Просто так, глязьба. Позволь мне дать тебе совет. Подготовка, включай. Никогда не берись здания, не собрав сперва колоду в свою пользу. А, он бы дал мне платиновую карту? Но при этом, пусть о твоих подвигах легенды ходят. Все еще дал славы много. Неважно, я жив! Переходим. Выбирайтесь из болота и оказывается на дороге в деревне Каттонмор. Перейти на следующий уровень. Андрес с улыбкой приветствует. А вот и ты. А вот и ты, да, держись. Мы уже собирались уходить. О, щит! Мастерство Кузнецата Стэнсики Хвалбусы. Усовершенствование щит выглядит намного прочнее, чем раньше и окажется даже чуть легче. Плюс пять щитов. Давай-ка мы усовершенствуем с тобой шлем. Вот какой? Это дает 10. И это дает 10. Но это требует славы, этот не требует. Давай убрать карту, конечно, это здорово. Подожди, он не так вот дает карту. Он еще дает плюс 5 хп за убийство подсвеченного противника. Давай мы усовершенствуем этот, а ты потом перед битвой оденем его. Шлем из числа ваше снаряжение явно его интересует. Он начинает тщательно изучать. Да, ты что лучше, ты работа возьмет несколько дней. Знаешь, где Эвергрин? Я как раз доеду. Давай встретимся, как будет готово. А если у тебя там будет что-нибудь еще на починку, приноси, поглядим. Хорошо. Так, теперь инвентарь. Это важно. Щит. А, вы хотите, чтобы взял палку какую-то в руки? Ну, давай меч. К нему этот невероятный щит. Тут у нас все стоит. Кольцо игрока стоит. Невероятный амулет это просто, я не знаю, что-то ненужное. Дорога приводит вас уединенное святилище высоко в горах. Местные крестьяне почитают его за необычные целительные свойства. Целительные свойства! А, тюты! Тоже мне проблема. Готово там, с запасом. Благослови меня, священное место на жизни. Через разрыв в тучах появляется солнце, окатывая стеклым сиянием. А-а-а! О, боже! Какая радость-то! Жить-то стало веселее. Стоп, ну и нет. А какая разница! А еда-то есть? У меня ноль еды. У меня ноль еды! Карта алчности. Так, мне Агапелло, у меня еда закончилась. Ого, шаман Мороза. Я, пожалуй, отмешу шамана Мороза. У него, наверное, есть еда. Блин, граждане, шо делать? Еда... Я думал-то у меня еды там достаточно будет, а у меня еды вообще. Гот наплакал. Денег нет, еды нет. Шо делать? Мега щит. Ха! Щит! Когда небеса потемнеют, отстрелы врагов после крутят отлично дрианый бастион. Вешайся, шаман. А-а-а! Че ты ржешь? Видали, как заевэйдил? Бам! На тот свет сразу. Ну, без шамана-то, это вопрос времени, особенно, когда рука чешется. Парень пытался ударить, но, к сожалению, неудачи. Я убил неподсвеченного противника, поэтому я дурачок и не получил хп только что. А-а-а! Надо привыкать к этому шлему. Не забываю. Без запускать все. Без сокровища не очень-то нужно, понимаете, в чем дело. Достаточно, да? Ну и что же там? Одеяние наемника. Взывает как-то временное оглушение у вора. Надо было взять... Если я сейчас продую, в следующий раз я возьму себе доспех не обжорства, потому что золота тут нет вообще. Я возьму себе одеяние, которое... Они защиты не дают, на самом деле. Одеяние, которое благородное, помните? Сейчас демэдж буду получать опять. Можно перейти дальше. Перейти или нет? Или тут может быть еда? Давай поищем еду. Дуэль. А денег не дадут? Если я его отлуплю. Только славу же дают. За него дадут 5 хп. Чисто теоретически за него дадут 5 хп. Да? Не, я его не убью. Не дадут. Я его не убью, и он будет. Это лишний риск. Хотя я все равно мертв. Типа, если я буду налево, я мертв. Наверх? Наверх я могу сходить. В принципе. Но после этого я сделаю шаг, и я мертв. Так что... Что карта дуэль нам даст, я не знаю. Радость, веселье, смех, наверное, даст. Но если я получу с него 5 хп... А может, он меня убьет сейчас, кстати. Тоже не исключено. Но пока что мы его зациклили. О! Он сумасшедший. Он только стреляет. Не-е-е. Я не получил дэмэджи за это. Добить! Дайте мне мою жизнь, лол. Я его аж опрокинул. Он теоретически попал, но я был в шифте, поэтому я дэмэджи-то не получил. Есть 5 хп! 5 хп есть! То, что надо, да? Довольно. Ваш противник отступает с поинтыми руками. Он мертв. Его уносят. Ноль еды. Ну и вот, как бы, вопрос. Я тут лиду еще не лут... Дайте расклад посмотреть. Нет, я еще здесь еду не лутал. Поэтому, возможно, как раз здесь и будет еда. Да! Это еда! Это еда! 4 штуки! Я уже помню. У вас напали из засады. Кого волнует, чувак? Главное сейчас не получить урона. И я получил 4 хавки. А еще, если я сейчас убью подсвеченного, то я еще и хп-шку залутаю. Главное быть осторожным. Вижу подсвеченного. Ой-ой-ой, слип! Так, чувак, не уходи далеко, ты должен умереть первым. Не он, а вот ты. Умри! Бля, как это было больно. Он умер первым, кстати. Мне должны дать хп за это. Или я обижусь? Спокойно! Молодец, подъем, развлекай. Совсем... Я Джеки Чан! На, считайте по голове. А можно по-двоим попробовать? Ну, у меня есть новая эрка, поэтому я вообще не боюсь ничего. Так, это получается уже сколько? Десяточка хп? Еда, еда, еда. Еда! А-а! Блядь, непрофессионально! Да и поебать! С одной болоте, вы получаете еду. Три? Почему три? Дайте еще. Четыре, да. О, боже! Я еду до конца игры, парни. Я справился. Сейчас, секунду. Боже, я жив! Я живой! Вы понимаете? Идем на тракт. Последняя карта просто спасла. Хотя могла спасти еще до дуэли. Мне ей не сильно-то повезло. Продолжить путь. Кузнец. А, вот. А, и ты, говорит, Андерсон, ходя от наковальни. Твоя вещица давно уж у тебя заждалась. А-а-а. 20 защиты, нифига себе. Возьмем. Шлем увеличивается. Блин, надо теперь совершенство доспехи. А какое я хочу? Даемника давайте сделаем. Где? Да, я сделаем. Сделаем домик, потому что я должен носить обжорство на себе. Кузнец протягивает руку. Доспеха из числа вашего снаряжения. Явно его интересует. Начинает тщательно изучать тенишок. Да, тут есть, что лучше, но работа занимает несколько дней. Знаешь, где Брейден? Я как раз туда еду. Давай там встретимся, когда все будет готово. Хотя там будет что-нибудь на починку. Приноси. Продолжает свой путь. Так, инвентарь. Так, инвентарь. Давай, тут что по бронячей, я его возьмем. Так, мне бы пушечку на секундочку. Так, ну еды много, на все эти карты мне хватит. Так что я не на приступление на болото. Нормальная тема. С кем на этот раз? С ворами. Или? С легионом. Ну, с империей, в смысле. Не, давайте с ворами. Во-первых. Не, щита ставим. Давайте империю месить мечами. У меня в прошлый раз неплохо получилось. Неплохо. Почему сейчас должно быть плохо? Я постараюсь. Мне бы жизни побольше. Потому что огра это что-то страшное. Наверное. Отвали, а. А кто подсвечен-то, ёпта? Кто подсвечен-то? А, у меня другой шлем. Я ДЦП. Я мертв. Лол. Я мертв. Малая клипстребка моя. Скоро щит. Малая клипс. А Эрочка скоро? Вот она. Квенчик-то где мой? Ебать, я сэвэйдил только что. Минус квен. Минус шья. Минус вставай. Минус вставай. Три раза уже резцы у тебя собака. Боже, два парирования за раз. Квен, плевать. Давай. Я готов каждого из вас максимально жестоким. Где брать хп? Я не знаю. Я не знаю, где мне взять хп. Ааааа. Это что? Это что? Погоня за гоблином. Не, мы не побежим. Мы не побежим туда. У меня нет денег, батюшка. Я бы, я бы с удовольствием. Это еда. Есть лишь одна проблема. И вы ее знаете. Еда мне не нужна. А у меня, кстати, от этой фигни кольцо. Очень, очень нужное. Нравится. Отстаньте. Я сначала баллистов уберу. Чтоб жизнь малиной не казалась. Нафиг я сделал второй Квен. Секундочку. Я не знаю, зачем я намутил второй Квен просто. Минус Квен. Один удар и минус я. Вот и он. Не, вот он. Пока что его нет. А еще... А, шлем-то у меня не тот одет. Так что не важно, кого я убью первым. Болос вы себе в очко засунь. Нехороший человек. Он еще жив? Серьезно? Ну, главное, что у меня Квен появился. Так сказать, с небольшим правом на ошибочку. В ботик подрезаю. Ну что, только ты и я, подлец. На отходах у нас все три. Нех! Еще живой? Это что, босс уровня? Я не понял. Сколько можно терпеть? Это еда, да? Которая мне сейчас очень нужна. Насад на болоте. На полу свете 8 славы. Еды. Мне должны дать за это бонус. Обжорство. Еще еды. И за это тоже должны дать бонус. Обжорство. А можно по доспехам посмотреть? У меня доспех обжорства. И это значит, что я получаю... Если больше 20 пищи, дает дополнительно 3 защиты. Это значит, что я уже 13 получаю. Но сейчас будет меньше. Я не буду бегать за гоблином. Не сегодня. Продолжить путь. Нет, нет, нет. Следующий уровень. 6 хп. У меня славы 50 почти. Разбитый гор. В отдалении в замечательном столбе дыма. Разбросанные по дороге обломки свидетельствуют о невиданной, незавидной судьбе передвижного горна. Извиняюсь. В отдалении в замечательном столбе дыма, разбросанные по дороге обломки свидетельствуют о незавидной судьбе передвижного горна. Вы бросаетесь в горну и видите, что посреди обломков сидит на деревянной таблетке Андерс. Он напуган, но не ранен. А, говорит он по дембл. Я надеялся, что вы надеете меня здесь. Огр. Драгнар устроил засаду на Горд, когда я поехал в город Брейдан Я-то сам цел, продолжает он В его глазах стоят слезы А Горд можно восстановить Я беспокоюсь только о Барри Она рванула прочь, вся в бешенстве Сердце у нее золотое, однако Драгнар куда сильнее, чем она О, чуть не забыл продолжать кузнец Возможно, тебе пригодится А, мои доспехи Да? Да? 20 Мне все еще не хватает 5 дефа Мастерство кузнеца достойно всяких похвал После совершенства успех выглядит намного прочнее, чем раньше Окажется даже чуть легче Боюсь, Горд не в том состоянии, чтобы я могу дальше помогать Тебе, поясняет он Прошу, останови Ари, пока не сделай какую-нибудь глупость Благодарить кузнеца и отправиться к логову Огра Не, ну, как бы У меня Я не нашел нужный мне щит, чтобы запгрейдить Но мне дал чувак щит А все остальное я загрейдил Так что не повезло, да? Больше грейдов не будет, судя по всему Подземелье У меня нет денег, какая разница Уйти Еду и не отдам Болото Ну, кубы-то я брошу Блядь, кубы я не брошу Минус один, минус два, и это шок-контент Готово, да? Легко вообще, с запасом Вам повезло, вы найдете путь Где повыше по суше, возвращаясь на троту Забрало, покажет мне Что там? Проба силы, да там, видимо, уже Огрище Пошли сразу на прямки Это же жизни С наступления ночи возвращаетесь А у меня нет денег Хозяин теплоприветствует вас, что я могу предложить спасителю ржавой бритвы Если я, наверное, помочь могу Хотя исцелитель из меня не ахти Если голодная еда, я хочу жизни Вылечиться Подлечу, как смогу Отказаться Ему нужны деньги, наверное Да, у меня нет денег Ну, все, тогда Пока Спасибо, что пришел Ну, что, 6 хп на Огр, ребята Без оружия Нормально Нормально Я готов Кто вы, что вы вылезли так уверенно Которые основы вашей деструкции Когда вы приезжаете Стаггеряя Продвижения Бонус Чтобы собрать Ревенжу Бля, это были мои деньги Которые я мог На которые я мог подлечиться Ну, кто же знал, ребят Я же не знал, что там будет знакомый трактичник Это в любом случае мне бы никак не помогло Хотя я бы знал Я бы знал, что я пропустил борьбу на руках И она должна быть последней карты Это если бы я считал Но Тут все уже как бы Предрешено Трактирщик меня не полечит Че могу на биваке сделать Торговать С кем Купить снаряжение Купить еду В палатке почти ничего нет Купить снаряжение Канадский клинок У меня таких денег нет в жизни не будет Продать снаряжение Ну, тут не так много денег, как кажется Торговать, посмотреть миссию, поесть Восстанавливать ночь жизни Сняться с бивака Без толпу Можно было здесь купить А у меня не было денег, типа Ну, могу что-нибудь продать и купить еду Ладно, пробовать силу Он один из последних своих родителей Он стал десятилетиями, облегаясь в землю Я против Шрека По кругам сдавал себе И надеялся видеть собрата по крови Наиво истребливать здесь Моя история закончится здесь И его люди скоро И после этого И после этого вскоре И все его народы Поднимайте бегущую по склону Холма Арианду В руках она сжимает тяжелую булаву Посмотрим, как из которой Головка которой выкована Из куличного молота Посмотрим, как ему понравится Ответный удар моего горна До чего жуткое место Говорит молодежь, пытаясь отдышаться Слышь, ты, душа за два гроша Надеюсь, на тебе сейчас Твой самый лучший доспех Меньше всего Да, все равно не собрал В 60 Уже не время Осторожничать, хребет Арианда Бругами вас Тебе конец, чудовище Ты влачишься смертью За то, что разрушил гор моего отца Одна оставляется и рычит Где же ты, чудовище? А вот и он И с том, он выступает Силуэт обра Он поднимает дубину над головой Спрыгивает с уступ И носит ужасно Дор по зиме перед вами Жалкие глупцы Пришли прямо в пасть смерти Он их мыляется Обнажая желтые щербатые зубы Хрусть, хрусть И вот едет маленький фургончик Будет ли песни Твоих ломающихся костей Столь прекрасно Арианда везет Дневный опль Бросается на врага Так, на рассвере Повозмахивает дубину И Малаклипса Отлетает в сторону Малаклипса Не будет драки А мой квен У меня 6 хп И у меня лучшая пушка В игре еще Это самое обычное Вдруг округ замахивается на вас Арианда Неважно быстро Бросается на пресс И принимает удар на себя Тяжело ранено Она седает на землю У ваших ног Это потому, что у меня защиты мало Тот доспех, что на тебя надет Ни за что бы не выдержал Такой удар Я и так все согрейдил Крым Ну, у меня только щит Такой себе Выдыхает она на губах У нее позорится кровь Только боюсь Будет толку Так, наверное, ребят Выросается в бой Ну что, на 6 хп Огра Давайте так Я сейчас его не пройду Мы попрощаемся Я потом новую серию Начну с того, что Ему пизделей Договор Уговор Договор Уговор Но я сейчас делаю все, что смогу Шрек Даже огра Боятся Догмара Некогда он был предвиделем своего племени Но это было очень давно Толстая шкура Угра Уменьшает урон на 4 Делая слабое оружие Менедействие Осторожно Дубина носит разрушительный урон Бегите или умрите Ну давай Ох, ты ж блядь Фу, блядь Пизда Пизда Подходи к сюда, блядь Мне хуёво видно там Легко Ох, он даже, блядь Умер стоя Вы чувствуете эти капли пота, которые проступают? Одержав виду надограма, вы пойти орианте по дне оценки Малаклипс уже встает пошатываясь И вдруг вы замечаете, как что-то поблескивает под кучей кровельных тряпок и мелких костей О, да Совместите его Две половинки реликвий под названием уилеты Дейзи Сходятся и вы с облегчением чувствуете, что проклятие побежденного Сокровища и ды Создает ауру, которая действует 60 секунд, пока она активно дает плюс одну пищу за каждого поверженного врага Исключена нежить Артефакт Мощный боевой предмет О, боже, я не могу воспринимать, если честно Я не могу Я убил этого, пидор Боже, а вы не верили, да? Вы не верили Орианда с радостным кликом поднимает молот к небу Ох тыж, прям голова кружится, сам Дагнар могучий нам казался не страшен Мне, мне не страшен Да мы самые настоящие герои Я, я настоящий герой Орианда проводит ладони по своему молоту Ей явно хочется пролить этот момент Скажи-ка, не найдется ли в твоей группе место для счетного бойца Нет Не найдется Так что ты собираешься больше инструментов И с каждым шагом больше силы У меня нет слов, парень У меня нет слов А почему я... А, я защиту не собрал, да? Ладно, джентльмены Вам доброго фпс А с вами был Яшус Пойду справляться со своими стрессами Спасибо, что посмотрели Не верили в меня, да? Да? Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok